Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области Анаит Галстян. Анаит Владимировна, здравствуйте! Добрый вечер! И тема сегодняшней нашей встречи – декларационная кампания 2022. О том, как она проходит, расскажите, пожалуйста, в нашем округе. Декларационная кампания 2022 – это кампания, которая ежегодно проводится налоговой инспекцией в сроки, предусмотренные налоговым законодательством. Конечно, эта декларационная кампания больше направлена на граждан, которые обязаны представить декларацию, исчислить сумму к уплате в бюджет и заплатить, соответственно, налог. Наверное, надо отдельно остановиться на налогоплательщик, кто же все-таки обязан предоставлять такие налоговые декларации. Это физические лица, которые получили доход от продажи недвижимого имущества. Это и имущественные объекты, и объекты земельной участки, и транспортные средства, которые находились у них в собственности менее предельного срока. Это либо три года, либо пять лет, в зависимости от того, какой у них порядок приобретения этой собственности. Отдельно хотелось бы остановиться по тем лицам, которые у нас сдают имущество в аренду, то есть в найм, потому что каждый год мы проводим эту кампанию, и особенно останавливаемся на таких лицах, чтобы все-таки они декларировали те доходы, которые сдают от сдачи имущества в аренду. Те люди, которые получили в дар объекты движимого и недвижимого имущества, но не от близких родственников, потому что мы знаем, что если это от близких родственников, то они освобождены. Те лица, которые получили доходы по гражданско-правовым договорам, то есть они делали какие-то работы для физических лиц, либо для юридических лиц, и которые обязанности не исполнил налоговый агент. Также это те люди, которые получили доходы от лотереи, и особая категория – это физические лица, которые получили доход от источников за пределами Российской Федерации. От лотереи – это есть какая-то сумма ограничений? Свыше до 15 тысяч и свыше 15 тысяч. То есть это за 2021 год, мы уточняем? Да, это за 2021 год. Так, Аннаит Владимировна, теперь подробнее поговорим о льготах. Вообще есть ли какие-то льготы по предоставлению? Это больше даже не льготы, это освобождение. Освобождение, да. Это те плательщики, у которых срок владения более пяти лет, они не обязаны предоставлять такие декларации. Те плательщики, которые получили внаследование объекты и у которых в собственности прошло больше трех лет. Соответственно, транспортные средства, если плательщики у нас не получили доход, то они не обязаны их декларировать. Но также я хочу сказать, что эта декларационная кампания с обязательным представлением декларации до 30 апреля, в нынешнем году, это 4 мая, переносится, она больше распространяется именно на тех плательщиков, которые все-таки должны заплатить этот налог в бюджет. Те плательщики, у которых декларация к вычету за лечение, за обучение, за приобретение каких-то объектов собственности, там сроков предоставления нет и там неограниченный срок. То есть в течение трех лет плательщик может подать декларацию. Есть такая информация, что 20 апреля будет проходить прямая линия консультации именно по вопросу декларации, подачи декларации. Так ли это? Да, это так. Будет проходить прямая линия по телефонам. Я могу обозначить эти телефоны. Это 548 1564, 548 43 55, где сотрудники инспекции, которые обладают квалификацией, будут разъяснять налогоплательщикам какие-то нюансы при заполнении налоговой декларации, обязаны плательщики или не обязаны отчитываться. Я хочу сказать, что в нашей инспекции оборудовано три рабочих места, то есть три компьютера на то, чтобы плательщики заполнили декларацию, распечатали и сдали. Сдать декларацию можно у нас также через личный кабинет и в многофункциональный центр. Если мы знаем, что налоговая инспекция в субботу и воскресенье не работает, то МФЦ работает каждый день, поэтому также декларацию можно сдать и туда. Так, и все-таки какие изменения внесены? Были ли какие-то изменения в налоговом кодексе? Были изменения в налоговом кодексе внесены в части льгот, в части льгот по имущественным налогам. То есть раньше льгота по имущественным налогам, она предоставлялась только на основании заявления налогоплательщика с подтверждением документов. То в настоящий момент у нас есть взаимодействие, это и с соцзащитой, и с пенсионным фондом. Эти данные поступают в инспекцию в электронном виде, и, соответственно, мы вносим такие данные и делаем налогоплательщикам перерасчеты с того момента, когда у них приобретена эта собственность. То есть если, например, эта собственность приобретена в 2019 году, и оно сейчас только пришло, льгота, но он пенсионером, например, является с 2018 года, то мы ему перерасчитываем в 2019-2020 год, и также льготу вносим за 2021 год. То есть раньше такого не было, это нововведение? Да, раньше такого не было, это нововведение, которое улучшает состояние налогоплательщика, и по многим изменениям, которые касаются юридических лиц, такие изменения внесены хотя 2 июля 2021 года, но они действуют на правоношение с 1 января 2021 года. Аннаит Владимировна, предпенсионный возраст, и существуют тоже льготы, не многие об этом знают. Можете подробно рассказать? У нас сейчас же в Российской Федерации срок выхода на пенсию для мужчин 63 года, для женщин 58 лет. Но у нас появилась такая категория налогоплательщиков, как предпенсионеры. То есть это люди, которые достигли пенсионного возраста на 31 декабря 2018 года. Вот если у них есть справка о предпенсионном возрасте, то мы, соответственно, также предоставляем им льготы, которые есть у пенсионеров. То есть это льготы на один объект имущества, на одну квартиру, один дом, один земельный участок, один гараж. Это один? Да, это все в одном. Да, потому что если вдруг у налогоплательщика, пенсионера, либо предпенсионера две квартиры, то будет по автоматам освобождаться та квартира, которая наивысшая кадастровая стоимость. Есть ли льготы для инвалидов третьей группы? Законодательством для инвалидов третьей группы такая льгота не предусмотрена. Но если инвалид третьей группы является пенсионером, то он может заявить эту льготу, и, соответственно, ему как пенсионеру будет предоставлена льгота по налогу на имущество и земельному налогу. Льготы для военнослужащих и уволенных с военной службы? Для военнослужащих у нас есть льготы по земельному налогу, согласно налоговому кодексу, по налогу на имущество. Также есть льготы для военнослужащих по транспортному налогу. Но тут нужно особенно сказать, что не на весь транспорт распространяется данная льгота. Она распространяется на автомобиле до 150 лошадиных сил, не более 50%. А сейчас именно во время спецоперации появились ли какие-то послабления или, может быть, тоже льготы? Есть ли вообще такое? Да, появились послабления. Во-первых, также введена база данных, которая есть у пенсионного фонда и также у других госорганов, которые подтверждают, что люди являются военнослужащими и так далее. Они будут также поступать в налоговую инспекцию, и налоговая инспекция будет производить перерасчеты. Также в связи с спецоперацией у нас с 2021 года должны были облагаться проценты по вкладам. Эта норма также отменена. Отменена она будет и по доходам и за 2022 год, и также за 2023 год. Перенесены у нас сроки оплаты налогов. У нас по налогу на прибыль перенесен срок уплаты до конца октября. И также по упрощенной системе налогообложения, по определенным видам деятельности, также перенесен срок уплаты. Это вот из-за спецоперации перенесены? Да. То есть и даже по вкладам? Да, по вкладам вообще отменено. Вообще отменено. Вот в этом году как раз мы должны были уже сами начислять по вкладам. На основании налогового уведомления мы должны были начислять этот налог, и в налоговом уведомлении он был бы. Но было принято постановление правительства, и это отменено в настоящий момент. До 2023 года, как я поняла. Допустимо ли применять налоговые льготы при исчислении и уплате авансовых платежей по транспортному и земельным налогам, если заявление о льготе не было предоставлено? Допустимо это применять, если заявление не подано. Но нужно смотреть, содержатся ли такие данные в налоговой инспекции. Можно подать сообщение о предоставлении льготы. И соответственно на основании этого сообщения уже будет выписано уведомление. Просто я хочу особенно обратить внимание налогоплательщиков, чтобы они понимали какой-то большой объем информации, что если вдруг вам в расчетах, потому что мы юридическим лицам сейчас начисляем земельный налог и транспортный налог, а физическим лицам все налоги. Если вдруг вы получаете уведомление и видите, что там есть налогик неучтенной льготы, тут пугаться и страшиться ничего не надо. Есть форма взаимодействия у юридических лиц, у всех есть личные кабинеты, у физических лиц тоже у многих. И, кстати говоря, рекомендую всем все-таки подключаться к личному кабинету, потому что это удобно. Тем более к личному кабинету можно подключиться в любой инспекции. То есть независимо, где ты проживаешь, можно прийти с паспортом в любой инспекции и подключиться к личному кабинету. Но лучше обязательно на это уведомление реагировать. То есть если вы видите, что вы льготная категория, а что-то не учтено, то нужно писать обращение. Спасибо. Что такое автоматизированная и упрощенная система налогообложения? Вообще, когда она появилась и как действует? Можете рассказать поподробнее? Автоматизированная и упрощенная система налогообложения – это новый спецрежим. Он вводится в действие экспериментально, так сказать. В эксперименте участвуют четыре субъекта. Это Московская область, Калужская область, Москва и Республика Татарстан. С 1 июля мы его начинаем опробировать. Налогоплательщики могут подать заявление, если они уже зарегистрированы, то с 1 июля, не позднее 9 января 2023 года, а если вновь зарегистрированы, то и будет в течение месяца. А на кого распространяется это? На юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых доходы не превышают 60 миллионов, у которых не более пяти сотрудников и у которых балансовая стоимость, но это касается юридических лиц, составляет не более 150 миллионов. В чем плюс? В том, что эта налоговая инспекция ежемесячно сама налогоплательщикам будет исчислять налог на основании тех данных, которые будут приходить от банков, которые будут приходить по онлайн-кассам, а также тем данным, которые налогоплательщики сами будут выгружать в личный кабинет. По доходам, которые должны быть обложены физические лица, то есть, соответственно, НДФЛ, налоги будет исчислять банк. Страховые взносы за сотрудников не платятся при автоматизированной системе налогообложения. Также страховые взносы за себя индивидуальный предприниматель также не платит. Ставки налогов будут составлять 8%, если это доход, 20%, если это доходы уменьшены на величину расходов, и 3% – это минимальный налог. А много вообще подачи заявлений именно на автоматизированную? Пока что это новый налог. У нас пока таких заявлений нет, потому что он будет введен только с 1 июля этого года. Ну а подать какую-то заявку можно уже сейчас? Нет, только с 1 июля. Только с 1 июля. Так, контролируемые иностранные компании. То есть здесь есть какие-то, я не знаю, может быть, или кто обязан подавать декларации? Да, контролируемые иностранные компании. Это распространяется на физических лиц и юридических лиц, которые являются участниками в иностранных компаниях. Они обязаны, если это юрлицо, участник в иностранной компании, то он обязан подать уведомление КИК до 20 марта года следующего за отчетным. Здесь, то есть, другие совсем сроки? Да, тут другие сроки. Это другая все-таки система налогообложения. Она на контроле находится. Мы многим платежщикам, физическим лицам, сами рассылаем такие уведомления, что у нас есть сведения, что у вас есть компания за рубежом, о том, что мы просим отчитаться. Вот как раз сейчас, в марте месяце, мы проводили такую компанию. По юридическим лицам это срок до 20 марта, по физическим лицам такой же срок 30 апреля. Единственное, что я хотела бы сказать, что тем платежщикам, кому мы сейчас выставляем требования, и которые пишут нам в ответах, что якобы они не учреждали такие компании и не знают ничего об этом, чтобы они очень ответственно подошли к своим ответам, потому что такие данные выгружаются иностранными организациями, иностранными государственными учреждениями, и, соответственно, у них содержатся те данные, которые подтверждают, что физические лица являются учредителями, потому что ответственность за предоставление таких заложенных ведомых данных будет также возложена на них. А в 2022 году что-то изменилось при подаче, может быть, форма какая-то? Форма изменилась, да, с 2021 года, другая форма. Также я бы хотела еще заострить внимание, что у платежщиков физических лиц, если есть счета за рубежом, они обязаны, во-первых, подавать уведомления об открытии либо закрытии счета за рубежом, а также ежегодно подавать отчеты по движению денежных средств. То есть есть там движение, нет там движения, они в любом случае обязаны подавать такие отчеты в налоговую инспекцию. Если они также не подают эти отчеты или опаздывают со сроками, то там также предусмотрены штрафные санкции. Штрафные санкции какие-то разный размер? Там разный размер, в зависимости от статьи, от 3,5 тысяч до 500, до миллиона, до миллиона рублей. А четвертое, по упрощенную систему. То, что, знаете, я что хотела сказать. Вот у нас есть налогоплательщики, индивидуальные предприниматели, у которых есть объекты собственности, но они используют их предпринимательской деятельности. И мы им начисляем налог. Но у них по закону есть льгота. Они имеют право то имущество, которое используют предпринимательские деятельности, освобождать. Вот у меня особая просьба к таким налогоплательщикам, чтобы они эти уведомления подавали заблаговременно. Я объясню, почему. Когда мы начисляем налоги, ни для кого не секрет, что налог на имущество, он является местным налогом. И когда мы закладываем эти начисления, то мы, соответственно, это сообщаем в органы местного самоуправления. О том, что вот такая сумма налога нами начислена. Но мы же всех платежщиков не знаем, кто использует этой мышцы предпринимательской деятельности. Получается так, что мы начисляем какую-то энную сумму, а потом, получается, платежщики уже после начисления приносят уведомление о своем обожжении. Это не очень корректно для формирования расходной части бюджета. Поэтому мы вот сейчас еще у нас до мая месяца, до июня даже месяца есть время, потому что мы в мае месяце, как правило, начисляем налоги. У меня особая просьба к таким платежщикам подавать заявление за 2021 год, заблаговременно, вот сейчас уже подавать, чтобы мы, соответственно, эти объекты уже не включали в налогооблагаемую базу. Так, с июля 2021 года у Федеральной налоговой службы появилась такая функция выдачи квалифицированной электронной подписи. Для кого она? Это подпись для юридических лиц? Для юридических лиц, для физических лиц, для тех, ну, для всех, кто желает, изъявляет желание. Потому что, ну, огромный плюс, что, во-первых, это делается в любой инспекции, то нет привязки, что ты можешь получить только в той инспекции, в которой ты стоишь на учете. Потому что, например, декларация по налогу на доходы физических лиц, она подается только по месту регистрации налогоплательщика и никаким образом по-другому. Тут вы можете в любой инспекции, вы приходите с флешкой, с паспортом, с полномочиями, подтверждающими, со СНИЛСом, и, соответственно, там эта процедура занимает не более нескольких минут. Обязательно нужно лично прийти? Обязательно лично прийти. Да, через личный кабинет? Нет, потому что там фотографируется лицо. Так, такой вопрос. Четвертый этап добровольного декларирования амнистия капиталов. Что подразумевается под амнистией капиталов? Это те капиталы, которые у платильщиков есть за рубежом, которые не задекларированы. Дается еще возможность по февраль 2023 года все-таки задекларировать данный доход, задекларировать эти доходы в любой инспекции. Это можно сделать также. Спецдекларацию можно подать в любую инспекцию. Также это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика. Так, срок подачи не распространяется для налоговых вычетов. Да. То есть, если у вас вдруг вычет какой-то, вы можете в любое время прийти в налоговую инспекцию и подать в течение трех лет. Так, а есть ли такая функция у налоговой? То есть, может ли она сама рассчитать? То есть, если не хотят подавать декларации, возможно ли это? Да, такая функция появилась у налоговой по доходам, начиная с 2020 года. То есть, те объекты, которые у нас отчуждены налогоплательщиками в 2020-2021 году. Вот сейчас, например, мы проводим объемную информационную кампанию по тем плательщикам, кто должен сейчас задекларировать. То есть, всем высланы либо в личный кабинет, либо на адрес проживания уведомления о необходимости представления налоговой декларации. Вот я прошу очень ответственно к этому отнестись, потому что в случае не представления налоговой декларации, а у вас есть обязанность по ее представлению. Если вы сами не представите, мы будем вынуждены сами составить акт. Но вы сами понимаете, когда инспекция сама составляет акт, там присутствуют штрафные санкции не только по 119-й статье за несвоевременное представление налоговой декларации, но также и по 122-й статье за неуплату налогов. То есть, если вы знаете, например, что вы по каким-то основаниям не должны подавать эту декларацию, а вам пришло такое уведомление, то вы обязательно на него должны отреагировать. То есть, вы должны на него написать официальный ответ и проложить документы, которые подтверждают вашу позицию. Потому что к нам приходят сведения из Росреестра, подтверждающие те суммы, за которые вы продали эти объекты недвижимого имущества. Соответственно, у нас в ряде случаев нет документов, подтверждающих расходную часть. А у вас они есть. Поэтому тут нужно обязательно взаимодействовать с налоговой инспекцией и подать эти документы. Срок не позднее 30 апреля. Уже были такие случаи, может быть, разногласия? То есть, приходит налогоплательщик, говорит, что... У нас сейчас очень активно выносится решение о привлечении к ответственности по плательщикам, которые сами не задекларировали доходы. К сожалению, там есть очень значительные суммы, которые счисляются миллионами рублей. Есть платежщики, которым мы доначислили, но вот они позже не отреагировали на уведомления, а уже когда доначислили, принесли эти документы, конечно, мы их учитываем. Поэтому, дабы мы не делали все-таки, не отнимали, во-первых, время у плательщиков и не делали сами пустую работу, вот сейчас, пусть у кого есть личные кабинеты, обязательно откроют личный кабинет, у кого, соответственно, нет личного кабинета, смотрят на своем адресе почты эти уведомления. И, пожалуйста, подают, потому что, как правило, у нас еще есть уголовная ответственность, я никто не отменял, что по доходам, что если эта сумма налога составляет более, для физических лиц, я имею в виду, более 2 миллионов 700 тысяч рублей налога, то это уголовно наказуемая статья. То есть, если вы вдруг, мы вам начислили, а вы это не заплатили, мы будем вынуждены отправить эти материалы на возбуждение уголовного дела. Это в какой срок? То есть, у вас еще есть время, и вы подаете? Я вам скажу, в какой срок. Мы выносим решение. Решение в течение месяца вступает в законную силу. По истечении месяца выставляется требование, там ему дается налогоплательщик определенный срок. Если момент истечения срока потребования в течение двух месяцев эта сумма не будет погашена, мы обязаны, это в налоговом кодексе прописано в 32-й статье, мы обязаны будем эти материалы отправить в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. И у нас, кстати, уже есть такие возбужденные уголовные дела. То есть, а инспекция вот сама может рассчитать, да? То есть, а это только на имущественные налоги? Это землями имущества, да. Транспорта это не касается. Так, а может быть, про имущественные налоги более подробно, вообще, может быть, какие-то изменения тоже вот в этом году произошли? Про имущественные налоги я что хотела еще вот добавить, что, ну, мы помним, что у нас уже, конечно же, прошел срок уплаты по имущественным налогам, мы уже выставили всем платежчикам требования. Сейчас активно формируется по тем платежчикам, которые не исполнили свои обязанности, формируется пакет документов для выдачи судебного приказа. Я хочу сказать, что сейчас эта работа поставлена на поток и уже получены частично судебные приказы, и эти судебные приказы будут отправлены в службу судебных приставов. Поэтому, если платежчики не хотят как раз скоро майские праздники, я уверена, многие планируют свои отпуска, не хотят получить блокировку счета, еще, не дай бог, запрет выезда из Российской Федерации, то я рекомендую все-таки проверить, а все ли обязанности по уплате налогов ими исполнены. Потому что у нас есть многие платежчики, которые, к сожалению, по ряду причин, я не говорю, что они это целенаправленно сделали, нет, но по ряду причин не исполнили свои обязанности по уплате налогов. А так количество льгот, оно очень большое, оно есть на сайте налог.ру, сайт вообще на самом деле налог.ру, он очень хороший, особенно вкладки, там есть отдельно физические лица, там все, что касается лиц, подачи деклараций и так далее, хочу сказать про личный кабинет, что сейчас через личный кабинет очень удобно подавать декларацию, потому что туда подтягиваются все регистрационные данные, даже подтягивается остаток вычета, который, если вы вдруг подавали до этого декларацию, то у вас вычет даже подтянется. Очень удобно заполнить декларацию, отправить в электронном виде и, соответственно, контролировать срок проверки декларации. Срок, я хочу повторить, три месяца, как был у нас срок по налоговому кодексу, так и остался. Да, есть письмо федеральной налоговой службы, говорящие о том, что рекомендующее налоговым органам сократить эти сроки, но ввиду того, что все-таки мы очень динамично застраивающий район, и я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас уже представлено более 18 тысяч деклараций, еще у нас не закончился апрель месяц, то, конечно, у нас такой возможности камералить раньше времени нет. Мы пытаемся, мы стараемся, но налогоплательщики должны учитывать то, что район увеличивается очень геометрической прогрессией. То есть личный кабинет, это удобно, но все-таки есть те, которые не хотят заводить, не доверяют. Не доверяют больше, потому что те плательщики, которые уже попробовали, но многие плательщики считают, что мы таким образом хотим снять с себя какую-то ответственность, но те, которые плательщики, которые пробовали, они понимают, что, во-первых, там есть все объекты, которые по всей Российской Федерации. Вы можете обратиться в любой налоговый орган, где находится ваш объект недвижимого имущества. Вы можете написать обращение, оттуда оплачивать налоги, подавать декларации. Это очень удобно. И тем более срок сейчас, кстати говоря, по личному кабинету, вот если вы принесете заявление на бумаге, срок по 59 ФЗ будет 30 дней. Если вы обратитесь через личный кабинет, то срок через личный кабинет уже составляет 13 дней. То есть тут плюсы налицо. Просто отказаться платежики в любой момент могут. Пусть попробуют это сделать. Если уже не понравится, пожалуйста. Но, как правило, очень много платежиков, которые пользуются и очень довольны. То есть есть такие, которые отказываются от личного кабинета. Это уже, ну, когда пользовались, а потом нет, это неудобно. Хотя мне кажется, сейчас уже, считаю, уже такая система. Действительно, это очень удобно. Ну, конечно, если мы и коммунальные платежи и так далее, мы все электронно, как бы только платим, да. Ну, да, вот и, к сожалению, есть такая группа налогоплательщиков, которая не хочет, она хочет все как по старинке, чтобы было. Ну, как вот вы отметите, больше подают декларации лично, приходят, или все-таки через личный кабинет? Есть какая-то такая статистика у вас не ведется? Ну, как правило, порядка 70% уже подается через личный кабинет. То есть раньше, если был очень небольшой процент, буквально еще несколько лет назад, это был порядка 10-15%, то сейчас порядка 70% это через личный кабинет. И это плюс огромный. Почему? Потому что налогоплательщик подает, когда через личный кабинет, у нас есть возможность, ему требования, если вдруг что-то неправильно заполнено, или платежик что-то не задекларировал, у нас есть возможность требования, ему сразу выгрузит личный кабинет, и он онлайн его увидит. Если платежик подал на бумаге и не указал свой телефон, мы отправляем по почте. Мы знаем, что это может быть 6 дней, может быть 16 дней, а там есть сроки предусмотренные. То есть если на требования платежик не представил эти документы, то мы, соответственно, выносим акт, и ему отказываем сумме возврата. Я хочу сказать, что в Московской области больше 35 инспекций по Московской области, но мы вторая инспекция по всей Московской области по сумме отказов в вычетах, потому что очень много платежиков, которые повторно заявляют эти вычеты, забыли, что они заявляли уже, повторно заявляют неправильно, на сумму процентов рассчитывают. То есть мы эту работу проводим на постоянной основе, и у нас, вы представьте, сумма 1 миллиард 220 миллионов, сумма налоговых вычетов, отказов. Это огромная работа, которая была проведена службой. Анаит Владимировна, давайте напомним, что декларацию подаем по месту регистрации. По месту регистрации, где зарегистрированы в паспорте. Не где вы фактически проживаете, а там, где вы зарегистрированы в паспорте. А если, к примеру, имущество, земля, где-то зарегистрировано? Нет, если имущество земля, и у вас вопрос по начислениям по имуществам земли, то да, вы обращаетесь в ту инспекцию, но декларацию вы подаете только по месту жительства. То есть, если у вас доход, например, от продажи квартиры в Краснодаре, вы зарегистрированы в Ленинском районе, вы по декларацию будете подавать в Ленинский округ. Если сдает квартиру в аренду. То есть, где она, не важно, где она расположена. Не важно, где она, а важно, где платежщик зарегистрирован. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы говорили о декларационной кампании 2022 года, которая стартовала с 1 января. Сегодня у нас была в гостях заместитель начальника межрайона ФНС России номер 14 по Московской области Анаит Галстян. Анаит Владимировна, спасибо большое. Спасибо вам, Наталья. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова